Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. Сегодня мы с вами поговорим о самых лучших натуральных стимуляторах корнеобразования. Не секрет, что сейчас на рынках магазинов, садовых центров полно всевозможных средств. Но многие из нас настороженно относятся к различным синтетическим препаратам, и это можно понять. Если рядом, есть абсолютно натуральный, абсолютно безопасный способ усилить, стимулировать корнеобразование черенков. Многие из наших садоводов-любителей, приобретя одно-два растения, хотят получить их больше самостоятельно при помощи черенкования. И это логично. Таким образом вы экономите средства, вы экономите время, ведь вы выращиваете это сами для себя в большом количестве. Либо хотите сохранить, размножить любимый сорт смородины или какого-нибудь редкостного растения. Так что же можно выбрать? Самым, пожалуй, распространенным и известным естественным природным стимулятором корнеобразования является мед. Самый настоящий липовый цветочный мед. Буквально 2-3 столовые ложки свежего меда на ведро воды. Это если у вас большие объемы. Либо чайная ложечка меда на пол-литра воды. Главное, кстати, условие. Вода обязательно должна быть мягкой, теплой и чистой. Воду из-под крана нужно отстоять, а еще лучше прокипятить и дать осесть всем солям. Если возможно, у вас экологически благополучная местность, можно собрать дождевую воду, либо снежную талую. Итак, нам нужен мед. Нам нужна мягкая, теплая вода, в которой мы и разведем этот мед. И уже в нем мы замачиваем на ночь черенки плодовых, ягодных, декоративных культур. Кстати, этим методом наиболее охотно пользуются виноградари, перед тем, как ставить черенки винограда, чубуки, на кельчевание. Только в таком случае они замачивают в меду черенки не менее чем на двое суток, ведь они очень серьезно и крепко спят. Второй, самый известный и эффективный корный стимулятор – это сок алоэ. Я думаю, многие из нас пользуются соком алоэ для лечения себя любимых, для косметических каких-то целей. Воистину, сок алоэ – это универсальнейшее средство, которое обладает стимулирующим воздействием не только на наше здоровье, но и на здоровье растений. Главное – правильно подготовить листья алоэ к употреблению. Естественно, сначала нужно выдержать хотя бы неделю листики алоэ в темноте. Именно в темноте стимулируется выработка биологически активных веществ, которые находятся в соке. После того, как вы выдержали листья, сняли верхнюю кожицу, нужно выдавить из мякоти сок. Итак, мы выдавили сок из листиков алоэ и сейчас готовим непосредственно раствор. Нам понадобится мягкая теплая вода и добавляем 5-7 капелек сока алоэ из расчета на 100 грамм воды, если у вас небольшая партия черенков, либо 3 столовые ложки на пол-литра воды. И в этой водичке мы уже настаиваем наши черенки. Обычно советуют выдерживать от полусуток до суток в этом настое. Если порода, культура, которую вы хотите укоренить, трудноукореняемая, то можно выдержать и несколько дней. Таким образом, уже после выдержки мы садим наши черенки в подготовленный питомничек, где происходит укоренение. Третий способ, пожалуй, самый оригинальный, это использование так называемой ивовой воды. Дело в том, что ива или верба славится своей способностью образовывать корни даже без любых корнестимуляторов. Раньше берегорек, кстати, закрепляли просто вбивая вдоль них ивовые колья. И они пускали корни практически в 100% случаев, безо всяких корнеобразователей. Дело в том, что в ней содержится очень большое количество естественных растительных фитогормонов, которые стимулируют у них корнеобразование. Для того, чтобы получить ивовую воду, вам понадобится хороший такой пучок, не менее 100 штук на ведро воды, веточек ивы, побегов длиной приблизительно около метра. Мы ставим их в это ведро и оставляем в нем в теплом месте до того момента, пока на нижнем крае ивовых черенков не появится колюс и зачатки корней. Это значит, что в воду, в которой они стояли, черенки выделили уже достаточное количество вот этих естественных фитогормонов, стимуляторов корнеобразования. Мы просто достаем эти черенки из воды и ставим в нее уже черенки, которые нужно укоренить нам. По утверждениям многих опытных дачников, в ивовой воде укореняются даже те культуры, которые крайне трудно укореняются всеми другими способами. Еще один способ это использование дрожжей, обычных пекарских дрожжей, которые мы используем в выпечке. Для того, чтобы получить дрожжевой стимулятор корнеобразования, необходимо 50-60 грамм дрожжей на литр воды. Тоже теплой и тоже желательно мягкой. Разведя дрожжи, растворив в ней, мы опускаем черенки в нее нижними концами и даем им постоять от суток до 2-3 в зависимости от того, насколько сложно укореняются эти культуры. После чего можем сажать их в свой питомничек. Кстати, успех любого черенкования в первую очередь зависит не только от того корнестимулятора, который вы выбрали, но и от того, насколько здоровы, качественны черенки, которых вы выбрали. Насколько своевременно вы их срезали. Поэтому успех любого черенкования складывается из здоровья черенка, из времени его срезки и уже потом из используемого корнестимулятора. Кстати, еще одним естественным природным происхождением стимулятором корнеобразования являются циркон и эпин. Мы очень часто рекомендуем применять эти естественные иммуностимуляторы для того, чтобы поддержать здоровье наших растений в борьбе с болезнями, вредителями, с абиотическими факторами среды, плохой погодой, низкими температурами для того, чтобы восстановить их здоровье. Но у этих стимуляторов есть еще очень важный побочный эффект. Они тоже способны стимулировать образование корней. Поэтому тем, кто увлекается размножением растений у себя на участке или в комнатных условиях, мы обязательно советуем иметь под рукой циркон либо эпин. Они не только поддержат здоровье черенка, но и помогут ему быстро образовать корни. Вот такие нехитрые природные стимуляторы корнеобразования могут оказаться под рукой у каждого садовода. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч на канале Процветок в новом году!